клево всем друзья сегодня я приехал на рыбалку половить карасика и вот в таких вот интересных условиях все заросшие камышом встать практически негде поэтому ловлю вот так рыбка надеюсь в камыше надеюсь а там посмотрим замешал прикормку темно-зеленая прикормка ну на тут надо будет черная очень-очень сделал тяжелую очень-очень липкую прям пластилин сейчас шарами буду закармливать точку сначала найду место ловли точку ловли куда буду бросать и после этого буду закармливать шарами сегодня четырехметровой удочкой такая тихий дон такая удочка красавица 4 метра длиной я подумал раз буду ловить стоя в воде так может длинная не понадобится хотя 6 шестерка у меня с собой если вдруг понадобится возьму ее надеюсь этой хватит сейчас мне нужно отбить глубину для этого мне нужно найти место где крючок будет касаться дна сначала сделаем это это делается очень просто не нужно чтобы поплавок начал топить один из самых простых способов можно там пару кукурузе даже так делал сейчас вот зажму зажму дробинку на крючке зажал все теперь поплавок тонет я знаю как он стоит у меня поэтому ищу точку ловли нырнул сразу добавляем глубину солнце в глаза надеюсь справлюсь вот нашел глубина небольшая вот это вот и вся глубина уровне метра теперь длина поводка у меня 10 сантиметров вот подпасок и вот сам поводок то есть вот эта длина получается уровне 11 сантиметров именно чтобы вот этот маленький подпасок лег на дно поэтому я просто-напросто теперь добавляю глубины эти 10 сантиметров все подпасок у меня будет лежать на дне и сюда крючок на дне подпасок на дне что что мне и надо погрузила она мягкая я его снимаю и обратно в коробочку теперь я забрасываю удочку леплю шары и забрасывают поплавку вот такие шарики такие он как пластилин размокать будет очень очень долго здесь у меня еще резаный червь и вкусняшки у меня здесь полторы пачки прикормки пачку 08 кинул еще полкилограмма было с прошлой рыбалки выкину почти все ставлю чуть-чуть на подкорм если вдруг понадобится если будет стихать клев и бывает таким образом маханькими шариками там буквально вот такими маленькими вот такими маленькими шариками подкидывает можно возобновить клев еще так вот хорошо руки мочишь намочил и лепишь в итоге сверху шар получается более мокрый вообще-то гладенький блестящие и такие шары будут лежать намного дольше в воде удобно это делать просто руки опустил и уже не мокрые или помытые шары будут лежать кучкой он упадет и будет размокать вот такими кучками и вот карась будет подходить из этих кучек прям кусочек отщипывать и выбирать червей таким образом создавая ажиотаж этих кучек много карася будет собираться и наша задача сделать так он нашел нашего нашу насадку и клюнул у нас ну и надеюсь что надеюсь что он подойдет все оставил чуть-чуть на подкорм вдруг понадобится чуть-чуть оставил на подкорм если вдруг понадобится то маленькими шариками шариками буду подкармливать значит во первых мы напугали рыбу шумом бах-бах-бах во вторых здесь очень мелко еще и ловлю на близкой дистанции поэтому на таких рыбалках нужно вести себя очень-очень тихо сейчас можно смело минут 20 отдохнуть попить чайку перекусить мел мелочь тоже густерка плотва не подойдут сразу карась начнет подходить минут через 10-15 первые разведчики массово карась начнет заходить это через час-полтора массово но уже клевать начнет минут через 15 до первые некрупные разведчики поэтому сейчас смело 15-20 минут перекур готовится хороший долгой рыбалки погнали друзья с собой у меня вот такой комплект джентльмена кукуруза черви опарыш и дипы посмотрим что будет сегодня работать предположительно череви кукуруза а там фиг его знает ну что друзья начинаем одевая первая червячка червячка одеваем пока чистого без типа ну что первый пошел тут возле меня постоянно курочка бродит ходит клюет клюв клюв по камышам не курочка не за чирок или кто-то такое в дичью такое плохо разбираюсь маленькие красивая с длинными ножками ходит тот бежит то опять подойдет тот бежит то подойдет у нас уже два дня температура держится плюс 30 плюс 32 очень жарко сейчас от утра около 8 утра если ногами я чувствую что еще вода довольно прохладная стою то сверху палит при довольно жарко есть первый маленький но подошел уже клюнул первый малыш малышек пустим его маханьки хорошо отпускать раз и просто отпустил разжал руки и отпустил так разведчики карасёвые подходят это уже хорошо надеюсь покрупнее подойдет мелочи собралось на точке немерено буквально несколько секунд уже какое-то шевеление после заброса то есть рыба начинает там крутится надеюсь карасик подойдет надо только не забывать я стою в воде дистанция ловли короткая вести надо себя очень тихо меньше шевелиться тише говорить сейчас штиль я вот стою почти не шевелюсь и все она вижу как мелкая рябь от меня вокруг расходится был бы небольшой ветерок небольшая волна так бы критично не было отзывается одна ку-ку-ку-ку там начала ку-ку-шка петь а там начал отзываться сбежал поймал карасика приподняв на дном сантиметров 15 сейчас поймал будем дальше пробовать еще один на дном небольшие но зато рыбка тоже на дном на карасика похож на карасика похож касается такой бронзовой повел так красиво видите не листовой наряд колючки сейчас чуть-чуть опустил сделал так что наживка касается дна на касается не прям сильно лежит а а а есть карасик как раз на жарюху небольшой не маленький ладошечный как у нас говорят то что нужно небольшой красавчик поднял попу руку девай бутерброд небольшую кукурузку раздавленного и пол червячка перед этим поймал именно на вот такой бутербродик иди сюда иди сюда иди сюда вот уже на карасика похож бутербродик скушал такой вот красавчик это уже пойдет вот такой небольшой но красивый и вкусный паха всплыла ее еще не хватало то может и клюнуть такой борецовый на кукурузку все-таки соблазнился долго он уговаривался кукурузкой такую же вот хотя бы такие сегодня плавились было бы сказка великолепно кукурузку скушал на карасика похож это карасик уже великолепно такой вот красавец шикарный вот такой бардак куча четыре вида насадки опарышниров не работает от слова совсем вот вообще на опарыш 0 а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok сказать что это лучше или хуже я не могу ну могу сказать точно теперь сделал прикормку с грунтом хуже бы не было да может быть было бы чуть получше по той причине что он зашел в огромном количестве на точку и возможно он жрал прикорм не реагируя на насадку что потому что был период его там было столько карася просто немерено поплавок ходил ходном а вот вся рыбалка сегодняшняя вся что вот это вот наковырять это весь процесс заключался в том подобрать на что он клюнет просто на что он клюнет и честно я толком и не разобрался в принципе не было варианта разобраться у меня четыре вида насадки куча дипов и я сегодня куча дипов и вот карась и вот карась сегодня клювал что-то подобрал поймал несколько рыбок все не клюет начинаешь заново подбирать какой-то другой вариант подобрал поймал несколько рыбок перестал начинаешь сжигаться глубиной был момент лучше всего клевал когда крючок поднимал на 3-4 сантиметра на дно пошли поклевки потом раз заглохло начал выше ниже опустил подпасок с крючком на дно о пошли поклевки и вот вот это вот сегодняшняя вся рыбалка это вот именно сущность карася он часто такое к так клюет что ты целый день подбираешь ключик целый день всю рыбалку с ним борься и детям он очень интересен ребята и вот сегодня такая рыбалочка еще раз мой уловчик на одну удочку четырехметровую ребята до новых встреч до встречи на воде